Человечеству угрожает опасность? Огромный астероид стремится к Земле. Выучить русский язык легко. В КФУ началась довузовская подготовка иностранных граждан. На сегодняшнюю конференцию приехали ведущие ученые из разных университетов. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Александра Шестакова. Ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафура встретился с главой Министерства труда социального обеспечения и миграции Киргизии Кудайберген Базарбаевым. Встреча прошла в рамках рабочей поездки делегации КФУ в Киргизию. Обсудился вопрос, связанный с обучением граждан Киргизии, отправляющихся работать в Российскую Федерацию. Ректор КФУ посетил дом-музей Чингиза Айтматова. Экскурсию по музею провел сын великого киргизского и советского писателя Эльдар Айтматов. К Земле летит огромный астероид размером с Эйфелеву башню. О том, чем опасны такие размеры и представляет ли он реальную угрозу для человечества – наш сюжет. Согласно данным НАСА, астероид 4660 «Нереус» летит к Земле и приблизится к ней 11 декабря. Размер небесного тела составляет 330 метров. Для сравнения, высота Эйфелева башни в Париже достигает 300 метров. Американское космическое агентство классифицировало астероид как потенциально опасный. Астероиды называют относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, вращающиеся вокруг Солнца. Они значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы. Большинство известных на данный момент сосредоточено в пределах пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. На самом деле, конечно, астероиды бывают размером километровых, таких вот величин. Но, к счастью, пока такой астероид нашей планете не грозит. Хотя, в принципе, если на Землю упадет астероид 10 километров и более, при том будет он еще, скажем так, более металлическим, то биологическая жизнь на Земле исчезнет. По словам астрофизиков, даже падение объекта диаметром до 30 метров способно причинить серьезный ущерб планете. Елизавета Никитина, Универньюз. Россиян приглашают стать донорами костного мозга. Теперь любой житель Российской Федерации может дистанционно сдать анализ для внесения своих данных в Национальный регистр доноров костного мозга. Для этого нужно всего лишь выслать образцы букального эпителия по почте. Ковид-19 давно стал насущной мировой проблемой. Реально ли выработать иммунитет без вакцины и сколько будет продолжаться пандемия? Об этом и не только рассказала в своей открытой лекции Альфия Фатахова. Давить иммунную систему нельзя, потому что тогда будет еще одна инвазия, что и бывает с больными. Мероприятие состоялось по инициативе общественной организации Лига женщин КФУ. В Казанском федеральном университете работают представители прекрасного пола, чьи имена при упоминании вызывают самые высокие слова признания. Это и ученые, и преподаватели, а также сотрудники кафедр и лабораторий. Лига женщин – это генерирующая сила для укрепления корпоративной культуры университета. Общественная организация, которая проводит и политику повышения знания, политику участия женщин в общественной жизни. Ну и вот и благодаря ей мы участвуем и в конкурсах, например, там городских и республиканских. В общем, у нас много лауреатов. Ну это наша жизнь, мы уже привыкли, все перезнакомились. Несмотря на то, что современному человеку предоставлен доступ к интернету, телевидению, а также к средствам массовой информации, большинство из них не образованы в части последних достижений биологии. По этой причине множество фейков и мифов, связанных из COVID-19, оседают в их головах. Члены Лиги женщин Казанского федерального университета настроены опровергнуть всю недостоверную информацию о самом заболевании и путях борьбы с ним. Даже наши студенты несколько фрустраций и удивлений бывает иногда от того, что мы там исследуем. А не биологи вообще живут в стране иногда белых единорогов и розовых пони. Это лишь первая лекция цикла биологизации образования в КФУ. По словам Альфии Фатаховой, по итогам данной лекции будет выработана стратегия по организации следующих выступлений. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. На подготовительном факультете для иностранных учащихся стартовала международная практическая конференция «Довузовская подготовка иностранных граждан. Проблемы и перспективы». Смотрим. Мероприятие началось с приветственного слова проректора по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхана Алишева, который в данный момент находится с рабочим визитом в Киргизской республике. Действительно, очень важно собираться и обсуждать общие темы, связанные с обучением русскому языку, связанные с обучением ребят предметов на русском языке. Тем более, что подготовительные отделения делают достаточно короткие сроки, и применение современных эффективных технологий и методик является очень актуальным. В этом году на конференцию было заявлено 144 участника из числа сотрудников и преподавателей образовательных организаций высшего образования, в том числе 132 докладами. На международной конференции обсуждался вопрос довозовской подготовки иностранных учащихся. Если раньше довозовская подготовка в основном сводилась к изучению русского языка, то сейчас все больше и больше уделяется внимание изучению предметов, которые нужно будет будущим студентам знать в Казанском университете, а уровень Казанского университета очень высокий, науки, образования, поэтому здесь дается дополнительный навык в области математики, физики, биологии, химии, помимо русского языка. В конференции принимают участие 5 иностранных граждан, представлено 45 организаций системы образования, в том числе ведущие вузы России. На сегодняшнюю конференцию приехали ведущие ученые из разных университетов Москвы, Санкт-Петербурга, городов России, Ульяновска, Курска, Саратова. Есть исследователи из Китая. Я надеюсь, что нам будет о чем поговорить. Напомним, что по итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов с последующим размещением в базе РИНС. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялась лекция, которая продолжила цикл онлайн-встреч в рамках акции «Наострое науки». Подробнее в нашем следующем сюжете. В лекции Тимура Маджитова, кандидата химических наук, зрители узнали, как искусственный интеллект помогает открывать лекарства и синтезировать молекулы. В последнее время развитие методов искусственного интеллекта позволило человеку достичь высот во множестве практических областей – маркетинги, торговли, сборе и анализе информации. Также она позволяет сейчас разрабатывать новые лекарства, разрабатывать новые интересные молекулы с практически полезными свойствами, находить способы, как можно эти молекулы создавать из доступных нам молекул. До недавнего времени новые вещества и реакции ученые открывали практически в ручном режиме путем проб, ошибок и мысленных экспериментов. Искусственный интеллект хорош тем, что обучается химическим законам, управляет реакциями между разными классами веществ и даже используется для предсказания новых. Моя задача – показать людям, что искусственный интеллект гораздо шире, чем, условно, используется в Фейсбуке или для генерации картинок, а можно его использовать для такой, казалось бы, необычной области, как разработка лекарств. В ближайшей перспективе научная группа Тимура Маджитова планирует сделать искусственный интеллект еще умнее. Наработанные казанскими учеными данные будут использованы на практике. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В КСК КФУ Уникс состоялся большой концерт в честь Дня рождения университета, в котором примут участие творческие коллективы всех институтов. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Роберт Хасанов, который уже находится на месте событий. В концертном зале Уникс с минуты на минуту начнется праздничный концерт в честь Дня рождения КФУ. Гости уже занимают свои места в концертном зале. Напомним, что университету в этом году исполняется 217 лет. На месте событий работает корреспондент службы новостей Роберт Хасанов, по совместительству выступающий артист. Следите за новостями университета вместе с нашим телеканалом. На этом все. В студии была Александра Шестакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова